С палочками в горку хорошо идти. Когда последняя грядка убрана и поле перепахано, можно на время забыть про тяжелый физический труд и заняться здоровым образом жизни. Скандинавская ходьба, веяния, пусть и заграничные, но отлично подходит и для нас с вами. Ведь важно не только как ходить, но и где ходить, а наши деревеньки и территория вокруг них для этого отлично подходят. Тут вам и лес, тут вам и поле, ходи не хочу и дыши свежим воздухом. Что ж, я пока немножко отдохну, а вы посмотрите деревеньку. Сельское хозяйство Сельское хозяйство И вот спустя 12 лет те, кто когда-то еле держался на плаву, работают в плюс. Одно из них – хозяйство «Газовик Сипакова» в Шкловском районе. Его отдали под шефство Министерства энергетики. За инвестициями последовал и результат. В этом году агрофилиал вошел в число лидеров по намолоту зерна в Могилевской области. Хозяйство получило рекордный урожай зерновых и зернобобовых – это 10 933 тонны зерна. Мы на данный момент уже не берем практически денег. Уже на зарплату, на удобрения минеральные и на топливо у нас есть свои деньги. «Газовик Сипакова» – один из 15 агрофилиалов Министерства энергетики. В этом году шкловское хозяйство принимало отраслевые дожинки. На сегодняшний день все эти хозяйства нормально себя чувствуют. Они работают так же, как и «Газовик Сипакова», показывая очень хорошие результаты. По крайней мере, все эти предприятия работают с прибылью, рентабельно. Всего же в Могилевской области 18 хозяйств, а это десятая часть от всех сельхозпредприятий региона, которые стали подшефными. Главная цель – помочь им выйти на самофинансирование. Надо не просто выделить деньги, а сохранить хозяйство. В числе присоединенных – Чигиринка Кировского района, Белшина, Агрошинного комбината, Вендраш, Могилев, Энерго, Авангард, отделение Белорусской железной дороги. Пришли люди, которые все делают по регламенту, инструкции, энергетики, газовики, все выстроено. И вот они пришли, и этот порядок принесли в это хозяйство. Я же хорошо знаю одно и второе хозяйство, бывший колхоз «Победа» и «Червоный костричник», в каком они были состоянии. И вот они пришли, его подняли, сделали инвестиции, вложили. И сегодня уже, они говорят, это хозяйство самодостаточное, и оно может работать. А люди могут здесь зарабатывать. В газовике Сипакова трудятся 247 человек. Михаил Станченко – опытный механизатор. Приехал сюда 4 года назад. Соблазнели, говорит, хорошими условиями труда и достойной заработной платой. В сравнении с другими хозяйствами, как работал, когда все на своей копейке строго, это очень сложно. А когда это помогают, ну, за эту помощь, естественно, и спрашивают. В принципе, в этом хозяйстве, я хочу сказать, работать можно и зарабатывать можно. Семью я могу свою обеспечить с этой работой. Его коллега Виктор Заровский, местный житель, родился и вырос в Добрейке. Эта деревня находится на территории хозяйства. С малых лет в помощниках у отца. Говорит, работа нравится. Привык с детства в сельское хозяйство, в семье, как, ну, родное. А зарабатывать на земле можно? Можно. Вы довольны своим заработком? Доволен. Сейчас «Газовик Сипакова» – современное и сильное сельхозпредприятие. И что важно, вот-вот выйдет на самоокупаемость. Здесь внедрят новые технологии, сотрудничают с учеными и находят новых покупателей на свою продукцию. В Кличевском краеведческом музее заработал необычный выставочный зал – социальный. Его назвали символично – творчество без границ. Теперь каждый житель района может представить свои работы, показать их публике и даже заработать на их продаже. Телефонная разговора. Валентина Михайловна, я говорю, так, я американец Джо, я хотел бы с вами побачиться. Скажите, вы в Кличеве? Я говорю, не, в Могилеве. А скажите доклад, о которой године вы поедете от Туль. Я хотел бы с вами встретиться. Раз, три годины, прилетая американец Джо на машине, перебирая все то, что у меня было, с собой забирая шоковный рушник, дякую. Ну, казалось, что нашел в интернете. Теперь у кличевских мастериц не только интернет в помощь, а новый социальный выставочный зал, где Валентина Никитенко сейчас проводит мастер-класс для детей. Льняные куклы-обереги делаются по стародавним традициям, которые соблюдали еще наши бабушки. Ниточки крутятся от себя, для того, как, снова-таки, прогнать у всех неочистикам. Преподавательница вышивает с самого детства и еще помнит мамины вечерки, где женщины собирались, чтобы заниматься рукоделием и петь. Теперь уже Валентина Михайловна передает молодому поколению свое мастерство и знания. А вот такие лялечки, как мы все не рубим, это берут практически все, потому что хочется, как детки маленькие, как за все спали спокойно. Подорожницы берут у дорогу не только водители, а берут все, потому что мы практически каждый из нас являемся у дороги. За порог вступили, мы у дороги. Социальный выставочный зал при поддержке программы ООН открылся в районном краеведческом музее. Экспозиция рассказывает про разные времена в истории Кличевского края, но в музее решили, что у них найдется место и современности. И создали проект «Творчество без границ». Он социальный, прежде всего, для детей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Это немножечко повышение своего статуса. Где-то почувствовать себя более уверенно, где-то понять, что твое творчество кому-то нравится, что его можно продвигать вперед. Сегодня в зале можно увидеть более двух сотен работ от почти полсотни авторов и опытных, и начинающих. Моя работа здесь одна, называется «Девочка-феечка». Она выставлена в прайс цен, на прайс-листе, то есть она на продаже, стоит на пять рублей. И вот такая есть кукла, тетя Люся. Это тоже придумал внук. Почему? Он мне не объяснил. Поэтому, ну, такие имена так и остались. Тетя Люся. И да, каждую работу в выставочном зале можно купить. Причем эта работа будет уникальная, в единственном экземпляре. И в Кличеве уже думают организовать ярмарку-продажу на главной площади райцентра. Ноябрь в старину считался месяцем ярмарок. Крестьяне торговали излишками урожая, ремесленники, посудой и одеждой. На ноябрьских базарах народ не только торговал, но и веселился. Ходили вожаки с учеными-медведями, шарманщики, давали представления скоморохи. Ярмарочная традиция дожила и до наших дней. На современных сельскохозяйственных базарах можно купить за один день все то, что целое лето созревало в огороде. Лук, морковку, капусту, чеснок и многое другое. Ноябрь месяц непредсказуемый. С утра может дождь зарядить, а к вечеру с угробами снег лежать. Но лучше пусть так будет, ведь если ноябрь ясен и стоит сухая погода, то хорошего урожая это не предвещает. Субтитры создавал DimaTorzok Если полвека назад почти в каждой деревенской семье были коровы или козы, свиньи или кролики, либо вообще все сразу, то сейчас дело обстоит иначе. Живности на деревенских подворьях поубавилось, а вот фермеры животноводством занимаются. У нас в Могилевской области выращивают мясных и молочных коров, есть те, кто разводит лошадей. А вот фермер из Дрибина занялся овцеводством. Самый главный плюс один овцеводство, по-вашему? Ну, что-то дешевое. Дешево? Да, да, да. И, в общем-то, не грязно сравнительно. Ну, они не любят грязь. Если она то же самое яблоко уронила, она его уже больше не поднимет. Сено будут есть только что понежнее, помягче, грубое такое не хотят. В хозяйстве Александра Храпенко три десятка овец. Две породы – Прекас и Романовская. Прекас – мясная порода. А вот мягкая пушистая шерсть Романовских прекрасно подходит для изготовления ниток. И кое-чего полезного. Об этом чуть позже. Ну, а пока барашкам надо постричь. Ну, вот и готова наша овца. Незначительные неровности остались. Можно поправить, если при желании. А так, в принципе, для нее это достаточно. Она сейчас языком разлежет, эти бугорки, и все выровняется, распушится. И будет тепло. Да, после парикмахерской. А вот что у нас получилось с одной овцы. Это на что? Теперь шерсть нужно перебрать, просушить, расчесать. Как распознать качественную шерсть? Ну, наверное, не будет сбитая она, чтобы не было его, как такая вот, длинная она шерсть, разбирается хорошо. Если много там колючек, сена, навоза, то ее, конечно, придется выбросить. Качество шерсти зависит от того, как хозяин ухаживает за своими овечками. Правильно ли кормит? Летом в основном подножный корм, то есть на пастьбище, чтобы было у них разнообразие. Трава? Да. Этого достаточно? Ну, конечно, но если есть возможность подсыпать, они от этого не откажутся. Им можете насыпать концентрат в мешок, и они на пастьбище не пойдут. Пить воду и лежать рядышком. С холодами чем кормим? Ну, с холодами добавляем, что есть. Фрукты, овощи. Если за овцами хорошо ухаживать, то каждые полгода весной и осенью с них можно получить шерсть отменного качества. И вот для чего. Шерсть только что состриженная, шерсть расчесанная и готовый продукт. Тепло, и нога дышит. Летом у них не жарко, особо зимой не холодно. Летом в них можно ходить? Ну, почему нет? Если у человека ноги болят, значит, все обычно и ходят так. Старики летом не снимают валенок. В чем еще плюс валенок, по-вашему? Почему вы их делаете? Вы же их начали делать зачем? Заработок дополнительный. Дребинские мастера славятся умением шаповалить. Это ремесло внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Если раньше валенки были распространены зимней обувью, то сейчас им предпочитают теплые модные сапоги. Ну, раньше занимались все. Сейчас остались единицы, сшитанные люди. Раньше через дом все занимались валенками. Только заканчивались полевыми работами и переходили на валенки. Таких, как Александр Храпенко, в Могилевской области немного. Всего четыре фермера-овцевода. Разводить овец частники не спешат. Баранину по сравнению с той же свининой продать гораздо сложнее. Да и шерсть не очень востребована. А вот если научиться валенки из овечьей шерсти валять, то можно неплохо заработать. Иногда даже очередь за эту обувью выстраивается, признается овцевод из Дребина. Поэтому и занятие у него не только интересное, но и прибыльное. Словно живые цветы из ниток рукодельницы Веры Кириленко создают летнее настроение, даже в дождливый грустный день. Когда в палисадниках краски померкли, на подоконниках жительницы Белынических новоселок красуются яркие букеты. Я никуда не смотрю из своей головы. Вот надумаю, что свяжу, надумаю, что святые. Давай вязать. Лепесток. Это лепесток. Вот и лепесток. Надяло их полно. И получится ромашка. И получит ромашка. Этим умением Веру Прокоповну научила жизнь тяжелое военное детство. Я в войну вязала себе чуни, и носки, и сподницы вязали, тогда же ничего не было. Немцы же еще повыше стилили. А теперь Вера Прокоповна, можно сказать, обвязывает всю свою большую семью. Пятеро детей, одиннадцать внуков и десять правнуков. Летом вязать любит на свежем воздухе у дома, на скамейке. А когда холода приходит, перебирается в дом. В таком венке Вера Прокоповна когда-то сама выходила замуж, а потом плела похожее для всех деревенских невест. А теперь свадьба, теперь мы гуляли, так я только осипла, пьючи. А какой хлеб Вера Прокоповна печет? Жаль, что наша камера не может передать этот волшебный аромат деревенского хлеба. Свой первый хлеб Вера Прокоповна испекла 73 года назад. Только-только закончилась война, запасы иссякали. Бульба, молоко и хлеб – все, что было у крестьян в те годы. Десятилетняя девочка Вера кормила хлебом всю большую деревенскую семью. А когда пришли красноармейцы, их тоже угощала. Теперь в белынических новоселках только Вера Прокоповна печет хлеб в печи. В тесто по обычаю кладет паренный картофель, чтобы хлеб не был кислым. Так мама учила. Былась в окрову, я сказала, Верка, печешь хлеб, понимаешь? О, подсказывает, начать готово. Печет раз в неделю для себя. А когда в доме собирается вся большая семья, мама и бабушка Вера встречают всех душистым ржаным хлебом. Это мне еще Крова говорила, и мама. И где ты, датушка, не будешь, кто к тебе не приедет, ложи нож и хлеб, а тогда все найдется. Всю жизнь Вера Кириленко работала много и усердно. Про таких, как она, говорят, сильная женщина. Несмотря на все испытания, Вера Прокоповна стала счастливой женой и мамой, любимой бабушкой. Потому что живет с оптимизмом и никогда не опускает руки. Хлеб из печки действительно очень вкусный. К нему бы еще деревенской колбаски. Кстати, недавно я узнала, что колбаса может быть полезной для организма и даже повышать иммунитет. За разработку рецептуры чудо-колбасы взялись ученые. Состав весьма прост. Оленина и дикорастущие растения. А предназначена такая лечебная колбаса для жителей Севера, которые живут в экстремально холодных условиях. Хотя, как по мне, так лучше заботиться о здоровье более естественным путем. Так что я пошла ходить. Присоединяйтесь, и вы увидимся в деревеньке. Ой, проства. Присоединяйтесь, и вы увидите.